Вот уже 33 года прошло после аварии на Чернобыльское АЭС. Эта катастрофа произошла не у нас и не по нашей вине. Но она унесла жизни многих казахстанцев на ликвидацию последствий Чернобыльской аварии. В 1986-1992 году из Казахстана было направлено более 35 тысяч человек. В их рядах было 1200 жамбылцев. Сегодня наши земляки почтили память их героев, которые отдали свои жизни и здоровье на ликвидацию последствий радиационной аварии минутой молчания. В результате катастрофы территории 17 стран Европы общей площадью более 207 тысяч квадратных километров оказались загрязненными цези с плотностью свыше 1 кюри на квадратный километр. С территории Украины было переселено 404 тысячи жителей. В ликвидации аварии приняли участие около 1500 жамбылцев, из них около 300 осталось живых. К сожалению, они являются инвалидами 1, 2, 3 группы. Несмотря на беспрецедентный размер и характер Чернобыльской аварии, ее последствий для здоровья и жизни людей несопоставимо меньше, чем атомных бомбардеров городов Хиросимы и Нагасаки. Изучение последствий Чернобыльской аварии внесло неоценимый научный вклад в развитие ядерной технологии и безопасности радиоэкологии, радиационной медицины и защиты, а также социальных наук. Чернобыльская авария инициировала создание глобального режима ядерной и радиационной безопасности. В четвертом реакторе Чернобыльской атомной электростанции прогремел взрыв в 4 утра. По своей мощи и силе равен 500 бомбам, сброшенные на японские города Нагасаки и Хиросима. Очень много людей пострадало. Если покажут вам, просмотрите, то ликвидаторов не очень много. Почему? Потому что основной костяк не могут ходить без сопровождения. Многих неврологические, кардиологические, разные заболевания, это целый буклет. Ну, спасибо Акиму области, города, что такой памятник поставили в таком месте. Очень прекрасно это. У нас, в принципе, со стороны государства внимание уделяется.